Микс-ньюс. Радио «Болтком». Программа «Абонент» доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент» доступен. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня с нами на прямой связи по скайпу эксперт Всемирной организации здравоохранения, заместитель директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцины «Сыворот» Игорь Красильников. Здравствуйте, Игорь Викторович. Добрый день. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, звоните также из-за рубежа, код Латвии плюс 371 и пишите в WhatsApp 2306-191. Мы на протяжении долгого времени уже говорим с экспертами, со слушателями о коронавирусе, о пандемии. Есть разные предположения о том, когда пандемия может пойти на спад, в том числе есть мнение Всемирной организации здравоохранения. Вот какое мнение у вас, что вы думаете по этому поводу? Ну, я думаю, что действительно вполне возможно, что пандемия может пойти на спад. Дело в том, что, в принципе, мы, так сказать, столкнулись с нативным вирусом, то есть вирусом, с которым человеческая популяция никогда не сталкивалась до этого. И поэтому определенный процент человеческой популяции должен переболеть новой инфекцией, должен организоваться как бы коллективный иммунитет, и тогда, в принципе, пойдет эпидемия или сейчас пандемия, как говорят, на спад. Вот в данном случае уже прошло достаточно времени, и вирус распространился по всем странам, то есть заболело достаточно большое количество людей, тем более, что, в общем-то, не учитывается то количество, которое перенесло легко инфекцию. Они просто не обращались к врачам по поводу того, что они болеют. Я думаю, что уже прошло то время, когда сама по себе инфекция становится до такой степени опасной и должна пойти на спад. На Ваш взгляд, все-таки, почему такие беспрецедентные меры приняты рядом стран, практически всеми странами мира уже, поскольку ведь человечество переживало и другие эпидемии, пандемии, и там были более страшные заболевания с более высоким уровнем летальности, но, тем не менее, вот именно коронавирус создал такую беспрецедентную историю, по крайней мере, в этом веке. Ну, я думаю, что действительно связано это прежде всего с тем, что это новая инфекция, а новая – это значит, определенное количество переболевших людей действительно может закончиться для них это смертью. Почему? Потому что понятно сейчас, что вирус непростой, он, в общем-то, заражает многих людей, но тяжело проходит именно инфекция, само заболевание у людей пожилого возраста, у людей, которые имеют дефицитные какие-то состояния иммунной системы, например, диабет – это все показано. И, соответственно, трудно сказать, кто выживет, а кто нет, поэтому к этой инфекции особое внимание. Вопрос от нашей радиослушательницы Ирины. Она спрашивает, этот вирус создан искусственно или он имеет природное происхождение, как Вы считаете? Я считаю, что здесь просто вирус сменил несколько хозяев. За счет этого он даже природно мог до такой степени измениться, что стать опасным для человека, потому что он передается от человека к человеку. Ну, вот говоря об опасности, базовое репродуктивное число коронавируса – это, насколько мы понимаем, количество человек, которых может заразить вокруг себя человек зараженный COVID-19. Вот какое оно у коронавируса, базовое репродуктивное число? Ну, нельзя говорить, это приблизительно только можно сказать, что все практически точно так же, как и у вируса гриппа, потому что это распространяется через, так сказать, воздушно-капельный путем. Но базовое все-таки это число, оно выше, чем у гриппа, он заразнее, ну, согласно статистике. Да, 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 это просто чувствительность самого вируса к клеткам человеческим определяется. Оно выше, но не до такой степени. Если мы возьмем пандемию, то я не думаю, что намного выше гриппозную пандемию 2009 года, я имею в виду. Да, вопрос от радиослушательницы еще один. Почему вирус произошел из Китая? Есть предположения? Почему там? Ну, это известно. Значит, там, во-первых, очень высокое скопление людей. Во-вторых, так сказать, вирус, он эндомичен не только у человека, но и у животных. Те же летучие мыши передают ему. Затем показано, что хладнокровные могут, так сказать, именно быть переносчиками вируса. Вирус в них не развивается, они просто переносятся. Ну, вот как у нас клещевой энцефалит, например, клещи переносят вирус. То же самое и здесь. И поэтому, в общем, в данном случае также там работал институт, то есть это институт вирусологии уханьский. То есть цепь событий могла привести к тому, что действительно, в общем-то, вирус пошел непосредственно из Ухани. Ну, это мы уже знаем. Ну, ВОЗ призывает все стороны избегать увязывания именно вируса с определенным географическим районом, и то есть не называть вирус как раз именно китайским. Мы видим, что на уровне риторики глав государств это используется, в том числе Дональд Трамп использует это обозначение вируса. Может ли неупоминание, на ваш взгляд, того, откуда пошел вирус, изменить как-то эту географическую ассоциацию? Или же уже довольно тесно это вот определение национальное, скажем так, в умах людей закрепилось? Ну, я думаю, что это не совсем правильно. Просто так получилось, что его первым обнаружили непосредственно вот в Китае и в Ухане. Не совсем правильно что вы имеете? Его могли, может быть, он мог обнаружиться еще и в каком-то другом месте. Ну, вот так произошло, наверное, все-таки это правильно. Вопрос, который мы получаем по WhatsApp, есть ли у Китая вакцина от этого вируса и вообще, как обстоят дела с созданием вакцины? Мы читали о том, что это достаточно сложный процесс в данной ситуации. Ну, на самом деле сложно создать. Значит, Всемирная организация здравоохранения сейчас декларирует, что создаются пять типов вакцин. Это ДНК-вакцины, РНК-вакцины, рекомбинатные вакцины, вакцины из атенуированного вируса и вакцины из подобных, как бы, атенуированных вирусных, ну, тоже вирусов, вирусных частиц, я хотел сказать. Поэтому много вакцин сделано, но, по крайней мере, до клиники, непосредственно уже прошли на животных какие-то испытания, сейчас подфекционируются две вакцины, китайские. Напомню, телефону прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9 вы также можете звонить и задавать вопросы эксперт Всемирной организации здравоохранения с нами на прямой связи Игорь Красильников. Снежана спрашивает у вас в Фейсбуке, довольно много вопросов к нам приходило, и вот один из них я зачитаю. Если молекулы коронавируса такие «тяжелые» и дальше одного метра не летают, почему он так легко передается и быстро распространяется, спрашивает она у вас. И так ли это, что он тяжелый? Центрация вируса, в общем-то, снижается, но совсем вирус никуда не пропадает. Но он действительно тяжелый? Он в воздухе может быть. Но нет, расстояние определили чисто эмпирически, это правильно. То есть это расстояние, при котором все-таки каким-то образом ты можешь не заразиться от человека, который является носителем вируса. Вот фильм 2011 года «Заражение», о котором сейчас многие вспоминают, он как бы предсказал то, что сейчас происходит с планетой. Правда, конечно, там более смертельный вирус, и люди падают на улицах, но тем не менее, очень много аналогий. Кстати, не смотрели эту картину, Сотельберг? Да, действительно много аналогий. Но я думаю, что это действительно визуализация того, что могло бы быть. Всегда же фантасты, в общем-то, стараются, так сказать, предугадать, что же ждет человечество в дальнейшем. Вот представляете, сейчас у нас какая популяция людей, какая популяция животных на планете. Конечно же, в этом случае возникают новые вирусы, и вирусы борются за свою жизнь, они мутируют, возникают рекомбинанты. То есть вирус меняет как бы и своих хозяев за счет того, что рецепторы у них изменяются, и выживает в более сложных условиях. Все это приводит к тому, что вирусы становятся более опасными. Ну то есть этот фильм можно рассматривать как предупреждение, вот как вы считаете? Я думаю, что можно. Ну еще у нас вопрос от Дмитрия. Вот много действительно об этом спрашивают, про маски, помогают ли они не заразиться, потому что кто-то говорит, что маски не помогут, кто-то наоборот считает, что это и психологическая защита, кто-то считает, что и физическая защита. Вот что вы думаете по поводу масок? Ну известно, что маски, в общем-то, предохраняют, это еще хорошо показано на различных эпидемиях вирусов. Вопросы гриппа, именно если человек болен, он должен ходить в маске. Если человек не болеет, маски мало помогают. Вопрос от... Что касается особенностей и менталитета, потому что говорят о том, что проблемы, которые сейчас переживает Италия, такое высокое число зараженных, связаны именно с манерой их общения. То есть если китайцы, например, держатся друг от друга при приветствии на определенном расстоянии, как мы знаем, они поклонам друг друга приветствуют, то итальянцы любят обниматься, и, соответственно, это приводит к такому распространению вируса очень высокому. Насколько это важный элемент все-таки, как вы считаете? Это важный элемент, но это приведет к следующему, что, допустим, в Италии острый пик, который может быстро-быстро пойти на спад и почти не будет больных вирусом. А в Китае они переживают более, так сказать, по времени широкий пик распространения вируса. Это чисто законы эпидемиологии. То есть Китай еще не справился с коронавирусом, учитывая, что они отчитываются, что у них... Нет, он будет справляться... Нет, он справился, но времени прошло достаточно много. А в Италии может быть очень короткое время, высокая, так сказать, смертность и высокая заражаемость вирусом, а потом популяция к нему адаптируется и быстренько, так сказать, перестанет болеть. Ну вот на выходных была информация о том, что в Китае уже там на протяжении трое суток, по-моему, не фиксировали новые заболевания. Так что, возможно, там все идет на спад. Ну это, может быть, вторая волна. Она намного меньше первой именно в ситуации эпидемиологической. Но она обычно присутствует. Ну вот сейчас, если говорить обо всем мире, о Европе, вы сказали о том, что вирус пойдет на спад, но вот вторую волну когда стоит ожидать? И стоит ли? Я думаю, что это вопрос больше к эпидемиологам. Я думаю, что стоит заждать вопрос к эпидемиологам, когда конкретно сказать трудно. Вирус новый. Вопрос от нашего радиослушателя. Зачитая его как есть, он в такой достаточно жесткой форме сформулирован. Почему вы замалчиваете о работе американских лабораторий в Грузии, Одессе и Казахстане? Ну, никто ничего не замалчивал, такой вопрос мы не задавали. Но, тем не менее, зачитал вопрос так, как он написан. А почему думают, что они работают? Вот мне кажется, что они просто не работают. То есть такой информации у вас нет об этих лабораториях? Нет. Быстрее у меня информация, что они не работают. Еще у вас Николай спрашивает, влияет ли уровень иммунитета на заражение или только на ход заболевания? Может ли болезнь в случае сильного иммунитета проходить бессимптомно? Здесь не сильный иммунитет, а насколько, так сказать, в общем-то клетки чувствительны к вирусу. В принципе, это один из элементов иммунитета. И вот понятно, что, допустим, дети болеют меньше именно потому, что у них менее специфичные рецепторы на клетках. А у старых людей, наоборот, выше специфичность. Поэтому люди в возрасте болеют чаще этим вирусом. Это особенность вируса, будем так говорить, и особенность нашей иммунной системы. Что, так сказать, более молодые имеют менее специфические рецепторы, и просто вирус на этих рецепторах не оседает, соответственно, и не распространяется, не размножается в клетках человека. Понятно? Вопрос от Сергея Назарова, кстати, ученого-физика из Германии. Вот он спрашивает у вас, как Южной Корее удалось остановить распространение вируса? Почему вирус не распространяется в Гонконге и Сингапуре, хотя плотность населения там велика? Есть ли свидетельства того, что теплая погода влияет на распространение вируса? Такие три вопроса он задал. В это время уже все-таки были диагностические наборы, и в этих странах очень высокая развита биотехнология. То есть наборы были сделаны быстро и качественно. Поэтому все, кто был заражен вирусом, их экранировали от других, то есть в карантин отправили так, что они не смогли связаться с другими. Соответственно, в общем-то, и заболеваемость резко упала. Это первое. Второе. Вполне возможно, что температурные режимы тоже влияют на распространение этого вируса. Вот как раз о температурных режимах вопрос от Елены. Если COVID-19 не уживается при температуре 25-27 градусов, не знаю, может поправить ее, то как он уживается в организме человека? Ну, в организме человека как раз он реплицируется, то есть размножается. А выживает — это другое, это когда он находится в природе. Например, при определенных условиях вирус действительно известно, что вирусы полностью, так сказать, перестают размножаться, когда ультрафиолетом их как следует обрабатывают. То есть они становятся инактивированными. То есть они перестают именно терять свойства размножения в клетках человека. Поэтому если в воздухе вирус погибает, он до другого человека не доходит. Соответственно, прерывается цепочка. Поэтому температура 27 вполне такая, и это прежде всего ультрафиолет. А если пасмурно, допустим, ну или там область, это влияет? Ну, наверное, это хуже. Наверное, это хуже. То есть нужно рассматривать вирус в воздухе, грубо говоря, когда он не взаимодействует с клетками человека. Это одно состояние, в котором он может быстро разлагаться за счет дезинфектантов, за счет температуры. А второе, когда он попадает в человека, то 37 градусов – это хорошая температура для того, чтобы он начал размножаться в клетках человека. Это уже болезнь. У нас звонок радиослушательной линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Константин. Да, задавайте вопрос. Под Тбилити, да, под Тбилити существует лаборатория Ричарда Лугара, официально признанная Министерством иностранных дел Грузии, открытая под эгидой Минздрава Грузии на финансирование американского гранта. Официально все есть во всех источниках. Вопрос следующий. То есть ультрафиолет – это говорит о том, что и кварцевые лампы, которые можно использовать дома и в общественных местах, они также будут эффективны для противодействия вирусу? Спасибо. Да, спасибо вам. Да, они должны быть эффективны. Все зависит от длины волны ультрафиолета. Известно, что определенная длина волны, она инактивирует вирусы лучше. Если лампа работает давно, то инактивация идет хуже. То есть лучше обновлять лампы для того, чтобы они были эффективны? Да, да, они более эффективны. Ну, зависит, наверное, еще от мощности лампы. Обязательно. От расстояния, от мощности, от состояния воздуха, влажный он, не влажный. Все это все равно зависит от того, насколько быстро инактивируется вирус. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, пишите. У нас сегодня на прямой связи заместитель директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцины сывороток Игорь Красильников. Еще, да, пишите нам, звоните. Долго вас ждали наши радиослушатели. И вот Андрей еще также прислал вопрос о препаратах против этого вируса, потому что, пишет он в 100-500 раз, слушает, что чуть-чуть опаснее гриппа, а потом видеть процент смертей и закрытые границы уже не хочется. Вот что касается того, что чуть-чуть опаснее гриппа, кстати, когда так говорят, насколько это обесценивает ситуацию или же это справедливо, на ваш взгляд? Вот смотрите, мы гриппом болеем уже многие сотни лет, а здесь новый вирус. Новый вирус встретился в нашей популяции. Наша иммунная система к этому не готова. Поэтому вполне возможно, что вирус, но точно так же, как пандемия гриппа. Пандемия гриппа 1918 год, да, испанка. Сколько грипп унес, так сказать, человеческих жизней? Под 50 миллионов. 50 миллионов, представляете? Вот отсюда можно сказать, что же страшнее грипп или коронавирус. А с чем было связано вот такое высокое количество смертей от испанки в начале века? Вот именно потому, что вирус до такой степени изменился, что его иммунная система, в общем-то, воспринимала как новый вирус, причем вирус с достаточно высокой патогенностью. Вирус легко передавался от человека к человеку, а так как патогенность, то есть смертность от него была выше, это есть патогенность, да, соответственно, люди, в общем-то, умирали. Плюс не было никаких мер, которые сейчас есть, это все-таки определенная информация о том, как нужно себя вести в процессе пандемии. Люди спокойно жили, работали, соответственно, контакт был всегда, вот за счет этого контакта количество смертей такое высокое. Ну, тогда не было антибиотиков, я понимаю, что антибиотики не борются с вирусами, но они борются уже с бактериальным воспалением после вирусов, часто после осложнений как раз используют антибиотики. Это тогда тоже повлияло на то, что столько смертей было от испанки? Ну, я думаю, что да, конечно, потому что вот, допустим, для гриппа тоже такая вещь есть, неотложенная смерть. То есть человек переболел гриппом, прошел месяц-два, вот в Штатах есть такая, в принципе, статистика, что смотрят, сколько людей умерло после того, как оно не переболели гриппом. Так вот, инсульт и инфаркт – это основные вещи, которые возникают, от чего, так сказать, люди умирают, если они переболели гриппом. То есть это то, что является осложнением или может стать осложнением? Да. То же самое для коронавирусом показано, что осложнение – это, в общем-то, определенное, во-первых, лекарство, да, которое используют те же, так сказать, люди с повышенным давлением. Ну и тот же диабет, он тоже, в общем-то, является как бы сопутствующим критерием, когда человек тяжело болеет и может умереть. Ну а вакцина от невмокок, и некоторые эксперты тоже говорят о том, что она как раз может осложнение уменьшить. Ну вот на сколько? Риск, скорее. Конечно, потому что в этом случае часто ведь инфекции накладываются друг на друга. Например, вот был грипп всё равно и коронавирус, и люди, переболевшие гриппом, с ослабленным иммунитетом и с ослабленным, так сказать, здоровьем, конечно, они, вероятнее всего, погибали от коронавируса быстрее и чаще. А те, кто не переболел гриппом, те не погибали. Соответственно, вакцинация гриппом, она всё равно способствует тому, что человек как бы от определённой опасности избавляется за счёт того, что он не будет болеть гриппом. То же самое и с пневмонией. То есть инфекция вторичная от микробов или первичная, если человек заболел, так сказать, если пневмококи вызвали пневмонию, тоже осложняют. И такие люди погибают от вторичной инфекции. Это известно. Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Ирина. Я хотела спросить, поможет ли люстра Чижевского? Это озонирование помещений при помощи люстры Чижевского. Да. Спасибо вам. Трудно сказать. Таких данных у меня нет, но, в принципе, озонирование помещений всегда способствует тому, что человек себя, во-первых, лучше чувствует, а во-вторых, это для лёгких легче. Последнее, что я слышал, я, правда, не знаю, насколько, но одна из рекомендаций, если человек заболел коронавирусом, то если у него действительно началась пневмония, его нужно переворачивать со спину на живот. Мне кажется, это тоже один из интересных таких советов, потому что в этом случае как бы снижаются риски. Ну, человеку легче становится, а дальше уже врачи должны, в общем-то, в какой-то период, дальше должны, так сказать, врачи уже вступить в работу. Это вот промежуточное состояние перед тем, как человек попадает в больницу. Понятно, да? Да, ещё вопрос от Андрея. Помимо COVID-19, какие ещё вызовы есть у человечества и разработчиков таблеток? Ну, вот он спрашивал у вас как раз о препаратах против этого вируса. Кстати, насчёт препаратов есть какая-то информация сейчас? Да, можно считать, что нет, потому что, в принципе, известно, что только ингибитеры, то есть вещества, которые подавляют синтез РНК. Этот вирус, у него не нуклеиновая кислота, а РНК, рибонуклеиновая кислота. И вот те, которые влияют на синтез рибонуклеиновой кислоты, те помогают. Что касается ибупрофена, потому что вначале Всемирная организация здравоохранения запрещала, можно сказать, так не рекомендовала, после же уже не запрещала употреблять ибупрофен. Вот насколько это можно? Ну, потому что нет действительно, наверное, достоверных данных по этому поводу. Соответственно, какие-то препараты, они то возвращаются в группу, что помогают, то не возвращаются. Ну, вот еще возвращаясь к вопросу Андрея, о вызовах у человечества и разработчиков таблеток. Какие сейчас ведутся? Почему таблетки, только я не пойму. Таблетки и, так сказать, препараты противовирусные, это разные вещи. Ну, это был вопрос о препаратах. Далее он спрашивает, как раз какие помимо COVID-19 еще вызовы у человечества и... Да, какие лекарства, да, лекарства, наверное. Ну, понятно. Нет, лекарства, в принципе, я думаю, что действительно они разрабатываются. Но, как я сказал, это те препараты, которые препятствуют размножению вируса в клетках человека. То есть это ингибиторы нуклеиновой кислоты, это, допустим, те препараты, которые как бы блокируют рецепторы на поверхности клеток, и вирус уже в клетку не может войти. Вот такие лекарства, они все равно будут развиваться и использоваться. Еще противовирусные. Да, еще примем звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Валя. Да, слушаем вас. Вопрос такой, вот сейчас, в это время, прививку от пневмокока, если сделать, это опасно или не опасно, можно делать? Да, в период пандемии. Ну, дело в том, что в период пандемии лучше, так сказать, не делать прививки, лучше после этого сделать. Потому что сейчас человек сделает прививку, все равно любая прививка, это означает, что реакция иммунной системы на прививку, то есть наработка антител, а если в этом случае человек столкнется еще и с коронавирусом, то это будет сложнее для иммунной системы. То есть сейчас лучше воздержаться от любых прививок? Да, да. Чтобы иммунная система была готова к встрече с опасным патогеном. А прививки от ключевого энцефалита, например, которые, как известно, делают несколько раз первая, потом через месяц вторая и так далее, те, кто сделал, например, первую, есть ли смысл делать вторую? Ну, и как быть, учитывая, что пандемия сейчас какая-то? Ну, я думаю, что это зависит уже от каждого человека, но, в принципе, наверное, если он начал уже делать, лучше завершить. Звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира в нашей студии, пишите в WhatsApp 230-6191. Ну, вот спрашивает радиослушательница, а как остановили Испанку? Еще раз. Как остановили пандемию Испанки в начале 20 века? Ну, как, просто все переболели, те, кто не смог, так сказать, выжить, не выжили, а все остальные продолжали жизнь. Там нельзя было остановить эту пандемию. Просто человечество разделилось к тем, кто, так сказать, менее чувствительны, те, кто более чувствительны к этому вирусу. И плюс еще одна вещь, есть такая, в общем-то, история, которая говорит о дробной иммунизации. То есть человек встречается с другим человеком, который является носителем вируса, но он получает маленькую дозу вируса. Соответственно, иммунная система уже, так сказать, встретилась с ним, она реагирует, но болезнь не возникает. Если таких 2-3 случая, то человек становится уже как бы проиммунизированным к этому новому вирусу. То есть получается, что это принцип вакцинации работает, ослаблено или ограничено? Да, да, да. Только нужно, чтобы маленькие количество дикого типа, природного типа, в общем-то, попадали в наш организм. Если большое количество, то начинается болезнь. Украинский доктор Евгений Комаровский, он в нашем эфире был, и он считает, что вот если молодежь переболеет коронавирусом и выработает этот естественный от него иммунитет, то это самый такой действенный способ. Но в то же время он предлагает изолировать стариков от молодых на период пандемии. Нет, это вот сценарий, по которому пошла Великобритания, и я считаю, что это наиболее правильный сценарий. То есть именно так, как вот в том числе говорит Комаровский? Наиболее эффективно, да, наиболее эффективно. Вопрос от Ирины. Говорят, что человек с первой и второй группой крови может заразиться, остальные нет. Так ли это или нет? Есть ли риски, да. Недостоверные данные. Это просто статистика, которую набирают, и на основании ее пытаются сделать какие-то выводы. Пока я считаю, что это малодостоверно. Еще вопрос. Что будет с населением через месяц или два месяца, ну, с мировым? То есть как это на нас всех повлияет? Есть ли прогнозы? Я думаю, что, во-первых, действительно потихонечку население адаптируется к новому вирусу. То есть люди очень... Я думаю, что и сейчас достаточно большое количество людей бессимптомно болеет вирусом. У них будут антитела, соответственно, они будут защищены. А группы риска хорошо бы их прививать вакциной. То есть это пожилые и, ну, 60 плюс, так называемые, и плюс, так сказать, те, которые болеют различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и так далее. А болезни легких, такие как саркоидоз или там, ну, и другие заболевания, они делают людей, ну, в группу риска они попадают или все-таки нет? Ну, в общем-то, да. Почему нет? Это уже быстрее вопрос к врачам. Напомню я для наших радиослушателей, поскольку нам уже пора заканчивать, что вы заместитель директора Российского научно-исследовательского института вакцины Сывора. Так вот как пандемия отразилась на вашей профессиональной жизни? Что изменилось сейчас в вашей работе, в том числе в университете? Работы стало больше. Стало ли больше работы? Работы стало больше. Это абсолютно правильно. Работы стало больше, потому что, ну, во-первых, так сказать, понятно, что сейчас все, так сказать, те, кто является там вирусологами или работает в системе здравоохранения и связаны с вакцинами, с новыми препаратами, все пытаются что-то сделать для того, чтобы облегчить жизнь человечества, то есть новые вакцины, новые препараты. Ну, каким образом у вас взаимодействие осуществляется с Всемирной Организацией Здравоохранения, поскольку вы являетесь ее экспертом? Ну, дело в том, что вот, допустим, сейчас организовано несколько групп экспертов относительно коронавирусов. Например, я попал в группу, которая занимается животными моделями, то есть необходима модель, чтобы четко изучить инфекцию на определенных животных. Есть группа, которая занимается доклиническими исследованиями, есть группа, которая занимается как раз терапевтическими препаратами, есть группа, которая занимается клиническими исследованиями, ну, разрабатывает документы, которые потом необходимы будут для клинических исследований всяких лекарств. и препаратов типа вакцин. Поэтому несколько групп, каждая группа объединяет ученых, и в каждой группе пытаются найти ответ самый, так сказать, эффективный для того, чтобы предотвратить коронавирусу инфекцию. С какими животными работаете сейчас? Нет, сейчас только вырабатываются, так сказать, правила работы с животными, пока модели на животных нет, как таковой, для коронавируса. Но она будет создана в ближайшее время. Спасибо вам, что вы нашли время. Вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Эксперт Всемирной организации здравоохранения Игорь Красильников был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания.